Выдаю так, выдаю, да, секрет? Мы соперника не вывели из равновесия поворачиваться к нему спиной. Это очень тяжело, кстати, очень тяжело связать ноги с руками. Ну, я понимаю, он сильный будет, это как с диетой, да? Вроде я не ем, а холодильник пускай. Знаете, если совсем фанатично и применимо анатомически к телу, да, то есть мы тогда правой рукой, это подразумевается, что захват за отворот, поэтому берем не классический захват, как анатомический, а обратный хват. Хвостик, чтобы торчал сверху. Левая рука берет за рукав и, соответственно, ну, естественно, наш такой анатомический захват. Для начала я минут пять начинаю такие разминочные упражнения на верхний корпус, внизу работаем. Разминаем, прогреваем тело перед основной работой, да? Ну, и потом по фазовой начинаем наши, так сказать, учекоми с резиной. В дальнейшем вот полноценное учекоми мы делаем с шагом. Поэтапно, ребят, работа поэтапная. Ну, я голову сейчас до конца, которая... И добавляем вторую ножку. Обязательно, везде нога, ребят, да? Именно четко фиксируем. Вот они ноги. Ну, да, разворот. Конечная фаза, ребят, одновременно выпрямляем ноги и скручиваем в наклоне корпус. Следим за разворотом головы и руки вытягивать должны. Нет, руки не должны отставать. И натяжение. Следим за натяжением работы рук. Также в другую сторону. И чередуем раз влево, раз вправо. Важнее работа этой руки, она важна. Эта рука может просто в напряжении удерживать соперника, эта рука накручивает, да? Как я говорил, многие ошибочно, да, рука отстает, не вытягивается. И потом телом дорабатывают. Наматывая. Да, это смысла уже нет. То есть это что получается? Мы соперника не вывели из равновесия и поворачиваясь к нему спиной. Очень важное движение рукой, ребята, закручивающее движение. То есть, как я говорю, чтобы постоять который час, да, чтобы увидеть часы, надо же развернуть мизинцем кверху. Вот это движение. Хоп. Эта ручка работает снизу. Также до уровня плеча 90 градусов. Вот и потом накладывается. То есть, эту ручку мы вытаскиваем для этой руки. Вот они тяги. Потянули, вытащили. Потянули. Можно наложить вот эту работу. Можно врозь. Но тоже, чтобы руки не допустимы, чтобы руки сзади оставались. Тоже нет. Соперника мы не дотянули. Голова. Обязательно услышать. Голова, да. Если будет голова здесь, а вы поворачиваете, да, вы не скрутите себе голову, чтобы повернуть. Голова задает направление движения. Делаем влево, голова сюда. Если делаем тот же зацеп, а у чигари, да, головой так же сопровождаем. То есть, голова, она прикреплена к корпусу, и корпус, соответственно, поворачивается. Для чего нужна работа с резиной? Вернемся к русскому языку, и называется тяги. Тяги. Тяги рук. Без рук ничего не будет. Первостепеннее, вот эта рука за отворот, она вот работает, ребята, на уровне плеч. Будет работа здесь, это никакие. Это не получается, выведение из равновесия. Работа резины с резиной нужна для выведения из равновесия, да? Да, для тяг, которые способствуют для выведения из равновесия соперника, скажу так правильно, да? Для выведения из равновесия надо соперника свести вниз, и, соответственно, работаем. Также выводим за собой соперника, в одну, в другую. При работе с зацепой, также работа натяжения, вид. Работа. Ну, имитируем прием, но важна работа рук. Именно выведение из равновесия под определенный прием. Еще вот нюанс какой-то я упустил, да, ребята, с резиной. В резину работать нельзя. То есть, что значит, да, многие вот смотрят, и входят, и она даже провисает. Перед началом работы с резиной надо отойти на шаг, на полшага натяжения, и резину тянуть. А многие идут шаг в нее. И тяг, я думаю, вроде скажут, я занимался, это как с диетой, да? Вроде я не ем, а холодильник пустой. Занимаются. На начальной фазе надо найти хорошего детского тренера, который должен быть педагогом, педагогом от Бога, как я. Наставничество. Спасибо большое. Спасибо большое. Без слов, просто знаете, что делать. Пишите комментарии. Пишите комментарии, подписывайтесь, и встречаемся где? На татаме. О-с-с-су. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, и следите за нашими обновлениями. Субтитры сделал DimaTorzok